Предательство души, когда ее обладатель будет больше всего нуждаться в ней К скверным последствиям грехов относится и то, что душа человека предаст его тогда, когда он будет больше всего нуждаться в ней Поистине каждый нуждается в знании того, что приносит ему пользу, а что вредит в этом мире и в мире вечном Самый знающий из людей, тот, кто обладает наиболее подробным знанием об этом А самый сильный и разумный из них, тот, кто контролирует душу свою и волю свою, используя их для того, что приносит ему пользу и удерживая их от того, что причиняет вред Знания людей в этой области, их стремление и положение разнятся И самый знающий из них, тот, кто лучше знает пути к счастью и пути к злосчастью И самый благоразумный из них, тот, кто предпочел первые пути вторым Тогда как самый недалекий из них, тот, кто поступает наоборот Грехи предают раба, когда он будет больше всего нуждаться в душе своей Как раз тогда, когда он будет очень нуждаться в получении этого знания и предпочтении самой благородной, возвышенной и долговечной доли другой, ничтожной, низкой, приходящей Грехи мешают ему видеть совершенство этого знания и заниматься тем, что наиболее важно и полезно для него в обоих мирах А когда с ним случается нечто скверное, и он нуждается в избавлении от этого Его сердце, душа и органы тела предают его И он уподобляется человеку с проржавевшим мечом, приставшим к ножнам так, что его обладатель не может вытащить его оттуда Вот появляется враг, желающий убить его И этот человек кладет руку на рукоять меча и пытается вытащить его, но он не выходит из ножен И враг набрасывается на него и одерживает над ним верх Также и сердце покрывается ржавчиной грехов, и его поражает тяжкий недуг И когда человеку понадобится сражаться с врагом, он не может использовать свое сердце, будто его у него и нет Раб Аллаха сражается, атакует и нападает посредством своего сердца, а органы тела следуют за сердцем А если у властелина их нет сил, чтобы управлять ими, то чего можно ожидать от них? Так же и душа Она портится, она портится и слабеет из-за страстей и грехов Я говорю о душе успокоившейся А душа, побуждающая к скверному, усиливается и обретает могущество Чем сильнее становится она, тем слабее становится другая И в конце концов власть достается душе, побуждающей к скверному При этом душа успокоившаяся может окончательно умереть Так что уже не останется никакой надежды вернуть ее к жизни Такой человек мертв и в этом мире, и в мире вечном В мире вечном он не будет жить жизнью, приносящей пользу Это будет жизнь, которая позволяет только чувствовать боль Таким образом, когда с грешным рабом Аллаха случается какая-нибудь беда Или его постигает испытание Его сердце, язык и органы тела предают его Так что он окажется неспособным сделать то, что принесло бы ему наибольшую пользу Сердце его не тянется к упованию на Аллаха Обращению к нему и сосредоточенности на нем Устремленности к нему, смиренности и униженности перед ним И язык его не подчиняется ему, отказываясь поминать Аллаха И даже если ему удастся поминать Аллаха языком своим Он не сможет добиться того, чтобы и сердце поминало Аллаха вместе с языком Сердце не станет участвовать в поминании При этом ему не удастся сосредоточиться на том, кого он поминает Поминая или обращаясь к нему с мольбой Он будет делать это с небрежным, отвлекшимся, несосредоточенным сердцем И если он пожелает, чтобы органы тела помогли ему Посредством проявления покорности Аллаху Те не подчинятся ему Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах Передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует Сказал Взывайте к Аллаху, будучи уверенными в том, что ответ придет И знайте, что Аллах не примет мольбу Исходящую из сердца небрежного, несосредоточенного Передали от Тирмизи Аль-Хаким Все это последствия грехов и ослушания Представим человека, у которого есть защищающие его воины А он не заботился о своем войске и бросил его на произвол судьбы Так, что оно стало очень слабым И вести от этих воинов перестали приходить к нему А потом, когда враг напал, он желает, чтобы они сделали все, что смогут, дабы защитить его Однако у них нет сил Но это еще не самое страшное Еще страшнее то, что сердце и язык предают грешника, когда он лежит на смертном адре, готовясь покинуть этот мир Может случиться так, что он не сможет произнести свидетельства Люди видели много подобных случаев Некоторым умирающим даже говорили, мол, скажи, нет божества, кроме Аллаха А они говорили в ответ, ох, ох, я не могу произнести эти слова Одному сказали, скажи, нет божества, кроме Аллаха А он сказал, шах-рух, я обыграл тебя А потом умер Другому сказали, скажи, нет божества, кроме Аллаха А он сказал, вот бы мне встретилась та, что устало спросила, как мне пройти к баням Манджаба И с этими словами он умер Другому сказали, скажи, нет божества, кроме Аллаха А он стал напевать что-то и так и скончался А еще одному сказали нечто подобное А он сказал в ответ, мне не принесет пользы то, что ты говоришь Ибо я не упускал ни одной возможности совершить грех И он умер, так и не произнеся свидетельства А когда другому сказали, он возразил, а какой мне толк от этого Ведь я ни разу не молился Аллаху И он не стал произносить свидетельства Другому предложили то же самое А он сказал, мол, я не верю в то, о чем ты говоришь И после этого умер А когда другому предложили произнести свидетельство перед смертью Он ответил, каждый раз, когда я пытаюсь произнести его Язык мой не может сделать это Мне рассказывал человек, который видел смерть одного попрошайки Он повторял, ради Аллаха Подайте фильз, мелкую монету, ради Аллаха Подайте фильз ради Аллаха И так и умер А один торговец рассказывал мне, что один из его родственников скончался в его присутствии Люди стали подсказывать ему слова, нет божества, кроме Аллаха Но он все повторял, этот товар дешевый, этот покупатель хороший, пока не умер Причист Аллах, сколько подобных примеров, служащих назиданием, видели люди А то, что осталось сокрытым от них из происходящего с умирающим, намного страшнее Если шайтан завладевает человеком, когда он еще находится в здравом уме, силен и у него ясное сознание То использует его, как пожелает в ослушании Аллаха Удерживая его сердце и язык от поминания Аллаха, а органы его тела от покорности ему Так что говорить о том времени, когда он лишается силы, и сердце и душа его поглощены предсмертными муками А шайтан собирает против него все свои силы и решимость и нападает на него Используя все свои возможности, дабы не упустить шанс Ведь это завершение всех деяний человека Это время наибольшей силы шайтана и наибольшей слабости человека Казалось бы, кто же спасется в подобном положении Но вот тут-то и поддерживает Аллах верующим твердым словом истины в земной жизни и в жизни загробной А несправедливых Аллах вводит в заблуждение Аллах вершит то, что пожелает Оказывая поддержку верующим и оставляя без помощи неверующих и нечестивцев Сура Ибрахим, аят 27 Но как же будет дарован благой конец тому, чье сердце Всевышний Аллах сделал беспечным к поминанию его И он следовал страстям своим, будучи их пленником, и делал упущение Тому, чье сердце отдалено от Всевышнего Аллаха и небрежно к нему Порабощенному влечениями своими Так что язык его не поминает Всевышнего А органы его тела вместо покорности ему Заняты ослушанием его Как же будет дарован ему благой конец Сердца богобоязненных разрываются от страха перед возможной скверной кончиной Тогда как несправедливые живут так, будто им гарантирована безопасность и благополучие Или у вас есть наши клятвы, которые сохранятся до дня воскресения О том, что у вас будет все, что вы пожелаете и присудите себе Спроси их, кто из них поручается за это Сура, письменная трость, аяты 39-40 Беспокойство, доставляемое шайтанами К скверным последствиям грехов относится и то, что из-за них раба Аллаха дерзают тревожить такие создания Которые никогда не осмелились бы делать это, если бы не его грехи Шайтаны причиняют ему беспокойство, стараются сбить с правильного пути Наущают его, пугают и заставляют печалиться И забывать то, что ему полезно помнить и вредно забывать Шайтаны осмеливаются подталкивать и подталкивать его к ослушанию Аллаха Более дерзко по отношению к нему начинают вести себя и шайтаны из числа людей Они причиняют ему вред и в его присутствии, и в его отсутствии Более дерзкими по отношению к нему становятся и члены его семьи, его слуги, дети и соседи И даже бессловесные животные Один из наших праведных предшественников, Аль-Фудей-Либ-Найят, сказал Поистине, когда я ослушиваюсь Аллаха, то вижу последствия этого в характере моей жены и в нраве моего верхового животного Также более дерзкими по отношению к нему становятся и обладатели власти, подвергая его различным наказаниям, которые при справедливом раскладе не должны выходить за пределы установленных шариатом Более дерзкой по отношению к нему становится и его собственная душа Она одолевает его и не подчиняется ему Когда он желает, чтобы она сделала что-нибудь благое, она не слушается его и не покоряется ему Она ведет его к тому, в чем погибель для него, хочет он того или нет Это потому что покорность — это крепость Всевышнего Господа, и кто войдет в нее, тот пребудет в безопасности Если же человек покидает ее, то ему грозит нападение со стороны дорожных разбойников и не только Чем более дерзок он в своем ослушании Аллаха, тем более дерзкими по отношению к нему будут эти бедствия и живые существа И не будет у него никакой защиты, ибо поистине поминание Аллаха, покорность ему, милостыня, просвещение невежественного, побуждение к одобряемому и удержание от порицаемого — защита для раба Аллаха Они подобны силе, которая противостоит болезни Если этой силы не будет, болезнь победит и человек погибнет Рабу Аллаха необходима защита, ибо поистине следствия скверных и благих деяний противостоят друг другу, и власть достается победителю, как уже было сказано Чем сильнее сторона благих деяний, тем лучше защита, которую они обеспечивают человеку Ибо поистине Аллах защищает тех, кто уверовал, а вера — слова и деяния, и чем сильнее вера, тем лучше защита А Аллах тот, кого просят о помощи